Один из дней моих проживания в этом драгонфуд ферме на Панглау. Ким, good morning. Ты собираешься завтракать со мной? Да, да. Садись тогда там. Окей. Я пойду крошку помою эту. Значит, у хозяина здесь большая ферма драгонфрутовая. Вот он, значит, нас угощает фермой. Завтрак стоит 100 песо. Ну, это жареные яйца с помидорами, я их прошел, с луком, ну и с ветчиной. Ну и, естественно, красный риф. Да-да, Сергей, для тебя это бесплатно. Свежайший урожай этого утра. Вот это хозяин здесь. Он угощает нас драгонфрутами с его собственной драгонфрутовой фермы. Можете представить, свеженькое все. Я никогда и не пробовал такую сладкую. Эта петахая слаще, чем обычно. Она не такая, как остальные. Это какая-то более сладкая. Ребят, я такую не пробовал. В Таиланде я ел, но там какая-то накисленная. Это прям сладкая. Начинаем собирать основной урожай с 1 июля. Что, 320 песо? Да, 320 за штуку. Что, за штуку? 320 песо за штуку? Но у нас всего 120. 120, это ты так продаешь, да? Да, но это цена только для своих. Вы у нас тоже свои. Слушай, я думаю, ты должен быть богатым здесь. Не, правда, потому что у тебя огромная ферма. Да, у них там ферма, там этих драгонфрутов. Тонны. У него тонны этих петахая. Че ты смеешься? Ты была там на ферме? У него огромная ферма, там миллион этих петахая. Если ты умножишь вот этот миллион этих петахай на 120 даже, понимаешь, что ты получишь? Ну да, если у тебя есть покупатели. Я не ем рис. Забирай мой рис. Да-да, я не ем рис. То филипинка или нет, что случилось? А что же ты тогда ешь? Потому что филипинцы только едят, что рис. Да-да, мы большие любители риса. Подожди, ну ты не ешь рис совсем? Да, совсем. Знаешь уже сколько лет. А что же ты тогда ешь? Потому что для филипинцев рис всему голова. Просто хлеб. В общем, он их продает здесь за 120 песо за килограмм, не за штуку. Да, потому что он продает здесь всем этим соседям. А если ты пойдешь покупать в магазине... Да, 320 песо за штуку. Он мне еще сказал, что у него вообще нет проблем с покупателями. Это очень прибыльный бизнес, ты знаешь. Ты хочешь сделать такой бизнес? Так, предположим, он собирает 8 тонн в год. Давай положим на 120. 1 миллион 100 тысяч песо. 1 сезон. Ты только представь! Я. 1 миллион, сезон у них длится 6 месяцев. 6 месяцев. Ты представь, сколько жен ты можешь иметь. Сколько, говорит, жен ты можешь поддерживать с такими деньгами. Что ты там говоришь? Просто тебя перевожу. Так, а что если мы поделим 1 миллион 100 на 12 месяцев? Это где-то 92 тысячи песо в месяц. 92 тысячи. Как неплохая зарплата, да? Это как зарплата в Москве. По поводу вложений я их спросил. Они используют калий и просто воду. Еще солнце. Я видел еще ночью специальный свет они используют, чтобы быстрее прорастало. Так растет быстрее. Охренеть. Вот это бизнес-идея, ребят, на мой взгляд, вообще крутая. Называется она ферма Dragon Fruit. Вот эти вот фрукты. Причем продают, а у них вообще проблем нет. Петахая у них очень сладкая. Немного. И нежная. Это очень сладкая такая штука, приятная, реально вкусно. Если в супермаркете 300 песо за одну штуку, они продают очень дешево, поэтому у них вообще нет проблем. Он так и сказал, что мы как бы вообще не паримся, мы ничего не анонсируем, потому что у нас достаточно покупателей. И даже так бывает, что покупатели приходят, а нету Петахая недостаточно. Думаю, что поставщики вот этого Петахая, они сами ищут такие фермы, чтобы поставить их в свой супермаркет. Конечно, они получат их дешево, а потом на супермаркете продадут вдвойне дороже. Они их вообще могут экспортировать на другой остров или в другую страну. А у вас есть такая в вашей стране? Да, у нас в супермаркетах крупно. Да, это за одну штуку цена в России. Раша, я и свои... Ребятки, сейчас посмотрели, один вот такой Dragon Fruit в России, в Москве, в магазине стоит 580 рублей за штуку. Импортированный из Таиланда. А где продается какой-то магазин доставка из Таиланда? Ну, можно посмотреть, может, где-то дешевле. Ну что, хотела бы ты начать драгонфрутовый бизнес? Возможно. Ну, а у тебя есть один гектар земли? Один гектар земли? Есть у тебя? Не, земля здесь очень дорогая. Сколько? Один квадратный метр будет стоить 3000 песо. На Панглау очень дорого. Мы можем стать... Мы можем стать богатыми, если организуем здесь все как надо. Ну что, сейчас, ребятки, мы идем смотреть, значит, вот хозяин драга фермовых фруктов. Место называется Питая от слова Питахая. В России мы обычно говорим Питахая. Мы обычно не говорим Драгонфрут. Ну что, ты владелец этой фермы, да? Да. А также фермеры. Все, пойдемте, пойдемте смотреть на эту Питахая ферму. Ну, а эта девушка красива. Вы только посмотрите, как красиво. Кстати, имя хозяина Джон. А это мама. Ты мама Джона? Да. Что ты имя? Эмильда. Эмильда? Да. Здравствуйте, Эмильда. Твоя сын очень хорошая, понимаете? Спасибо. Да, ребят, вот такие у нас и дела. Так, so, you already collected some dragon fruits. Он уже собрал немножко здесь. И что, это твой обычный утренний урожай, да? Бесплатно только для тех, кто здесь живет. Он нас уже угощал несколько раз. А вот это нормальный размер, не слишком маленькая? Это нормальный размер. Вот это самый большой. А, здесь здесь биги. Вот самая большая, вот так вот обязательно выглядит. Я имею в виду, если ты еще немножко подождешь, оно же будет больше. А все потому, что эти птицы. А-а-а. Эти птицы все время повреждают наши фру... Слушай, смотрите, какой счастливый человек. Вот он живет, вот его место, питая native gets house, да? Контакт номер, everything. Либаун Панглау. Еще раз, как ты защищаешь все эти фрукты от птиц, от всего? Насекомые и птицы наши враги. Мы пользуемся последними исследованиями университета Филиппин и используем эти методы в своей работе. Мы не используем инсектициды, а мы используем мыло. Мыло? Что, просто обычное мыло? Да, кладем это в воду и потом опрыскиваем землю и цветы. Через один месяц этот цветок становится фруктом, созревшим фруктом. Всего один месяц? Да. Эти цветы начинают цвести в начале апреля и до ноября. А, ну то есть новые цветы появляются и сейчас. Да, это постоянное производство. То есть это значит, что один раз ты собрал с одного дерева и потом с этого же дерева позже можешь собирать? Да, и период отдыха для Драгонфрута начинается с декабря и до конца марта. Ага, хорошо. А какая площадь всей твоей фермы? Четыре гектара. Ого, да она огромная. Да. Вон смотри, наши враги-птицы. А, это ваши враги, да? Ну что, давайте посмотрим. Ну я смотрю, некоторые валяются на земле. Да, вот те самые как раз, которые птицы сбили. Ну вот это вот еще не поспело, да? Да, вот это еще нет, но завтра уже. Завтра уже вот это можно будет есть. А вот этот цветочек? Это вот так цветы выглядят? Да, вот видишь этот зеленый совсем еще. Смотрите, как птицы сжирают прям бедные эти Драгоны. Ну вот этот я смотрю уже поспел, да? Да, мы его сегодня соберем и будем есть. Это бесплатный тур. Чтобы Драгонфрут рос, нужна вот эта поддержка. Мы используем бетон и вот эти металлические штыри. Ну и вот эти покрышки, чтобы поддерживать сами фрукты. Да, я вижу, конструкция тут непростая. Нужно потратить немало денег, здесь уж должен быть фундамент. Смотрите, короче, железобетонная колонна, арматура просто выведена вот так вот, разведена, и на нее сверху крышка, которая с просто проволокой. И вы везде применяете одинаковую опору? Да. Вот этот участок уже два года ему, а вот тот участок уже три-четыре года. А какая же продолжительность жизни? 75 лет. То есть даже когда ты будешь уже старенький, петахая будет еще жить. Она будет еще расти и расти. Поэтому мы должны подрезать ее. А как же создать новую, вот чтобы размножить их, скажем? Сейчас я тебе продемонстрирую, как сделать новую, размножить. Слушай, я смотрю, здесь на одной поддержке не одно дерево-то, а здесь раз, два, три, четыре даже целых ствола. Мы называем их родственники. То есть четыре родственника на одном поддержке. Да. Вообще это похоже на кактус. Так это и есть кактус. А, это кактус. Да. Вот, что мы делаем? Мы просто отрезаем кусочек здесь и потом кладем в почву. Только взрослый стебель ты можешь посадить. И они пускают корни, да? Да, они пускают корни, как вот здесь. Ну то есть это не сложно новую посадить. Нет. А как насчет ухода за ними? Как часто поливать? Водой? Каждый день. Но они могут выживать даже в самой жаркой, влажной погоде. А как насчет, если был дождливый уже день? Это может попортить цветочки. Цветы не будут расти, если постоянно дождь идет. В этом году у нас хуже урожай как раз из-за дождя. Потому что в прошлом году мы собрали 800 килограмм. Так, то есть вы каждый день собираете, каждый день взвешиваете и потом все суммируете и смотрите урожай. Да, и сравниваем. Прошлый год был самый урожайный, да? Да. Я желаю тебе в этом году собрать больше. Джон, а как насчет тайфуна? А, петахая пережила тайфун. Там чуть-чуть повредилась. От тайфуна многие дома разрушились, а ферма твоя живая. Да, ферма до сих пор целая. Ты смотри, у тебя ферма устойчивее, чем дома. Да, неожиданно. Джон, поливаешь ты урожай свой каждый день? А как поливаете, чем? А мы используем садовый шланг. И как, вручную передвигаете? И сколько времени занимает полить это? А, просто одну минуту каждый пост. Подожди, я имею в виду, сколько времени займет вот все полить? Ну, на этот участок уходит где-то 15 минут. Ну, ты сказал, на одну петахаю одна минута. Ой, извините. Да, хорошо. Здесь на весь участок уходит где-то 15-20 минут. На тот участок минут 30, потому что там больше. Ага, ну то есть у тебя два разных участка, да? Вот этот помоложе, а вот тот постарше. Угу, то есть если все сложить, где-то около часа уходит. Да, один час. И кто тебе помогает это поливать все? Я и члены моей семьи. Если ты заметил, я очень рано с утра уже здесь. Ага, то есть даже два раза в день. Ну, а если ночь была дождливая, должен ли ты идти сюда и поливать? Нет, тогда не обязательно. Откуда ты знаешь тогда, насколько дождливая ночь была? А мы спрашиваем, у нас есть человек, который говорит нам, какая была ночь. Вот это маленький участок, а вот тот уже побольше. Ну, я думал, у вас там еще участки где-то есть. Да, они тоже наши. Подожди, ну значит 15-20 минут здесь, 30 минут поливать там. А как же насчет того? А там самый большой участок у нас. Самый он, кстати, старый. Мы его начали в 2015. Почти 5 лет. С 15-го? Так ему уже 7 лет. А, 7, точно. Я забыл, что уже 2022-й. Так, ну еще раз. Все-таки 15 минут здесь, 30-40 минут там. Ну, а там сколько поливать? Как минимум 1-2 часа. Ого, ого. Так все-таки у тебя 3 участка. Или сколько? Я имею в виду всего. Ну, я имею в виду вот один участок, вон там второй участок. Ты говорил, что все. Оказывается, еще там есть побольше. А, 4. Все-таки 4. Вот та самая большая. Давай посмотрим? Да, мы можем. Будь осторожен с проводами. А для чего, кстати, эти провода? А, эти провода на случай, если мы захотим расширить свою ферму. Ну, мы пытаемся раскопать. Кстати, а как насчет почвы? То есть, это здесь была такая почва, или вы завезли сюда? Да, мы заменили. Мы используем садовую почву. Слушай, ну, наверное, она не дешевая, эта земля. А, нет, она дешевая. Всего 200 песо за килограмм. 20 за килограмм? Так сколько там килограмм-то надо? Подожди, не килограмм, а сак. Как мы это называем? Сак. Сак. Джон, я помню, ты сказал, что в прошлом году вы собрали где-то 800 килограммов, да? А ты считал, сколько у тебя расходов было за этот год? Да, на поддержание фермы за год мы потратили 25 тысяч пес. Но наш годовой доход составил где-то 70-80 тысяч, включая все расходы. Имеешь в виду чистый доход? А, пойдем туда. А эта часть такая огромная. Ребят, смотрите, какая она большая. Удивительно. Короче говоря, ребят, ну, вроде как, заработок всего 70 тысяч в год. Ну, это вообще копейки. Я-то что-то, я считал как-то, видимо, неправильно. Вот, смотри, один пост драгонфруктовый может давать много фруктов. Воу. Реально. Ну, что, смотрите, какая огромная ферма. И прям не верится, что, ну, как так-то? 70 тысяч рублей. Это, блин, извините меня, но в России месячная зарплата в Москве такая невысокая. Причем здесь, оказывается, за год они столько снимают. Я что-то, видимо, неправильно изначально посчитал. Джон, ну, если честно, ты удовлетворен своей фирмой? Да. Мы очень довольны. Несмотря на тяжелый труд, мы имеем хотя бы деньги. Это лучше, чем ничего. Я смотрю, помимо драгонфрутов у вас еще кокосов здесь немало. Да, много кокосов. Кстати, и туристы иногда пытаются их своровать. А как насчет петахаи? А нет, с драгонфрутами не все так просто, потому что требуются навыки, чтобы ее своровать. Они не знают, как правильно ее срезать. Там нужны навыки. Это же не яблоко, которое можно просто потянуть и все. Джон, а вообще, почему ты занялся выращиванием петахаи? Да, правильно, филиппинцы обычно выращивают бананы или манго. Я выбрал петахаю, потому что это наиболее гибкое с точки зрения выращивания. Драгонфрут гораздо более полезное, чем наши тропические фрукты. Много полезных свойств, особенно для диабетиков и для тех, кто любит переедать сладкое. Да, точно. На Панглау больше никто не занимается выращиванием драгонфрута. Очень-очень редко. То есть на Панглау больше нету ферм драгонфрутовых? Ну, есть одна, но они произошли от нас. Они там пытаются сами выращивать, но у них ничего не получается. Ну, то есть ты тут главный драгонфрутовый король. Может, тебе надо, Джон, открыть музей какой-то драгонфрутовый или экскурсии? Да, мы планируем открыть что-то типа того. Но сначала мы должны убедиться, что туристы готовы смотреть просто. Я понял. Ну, а планируешь ли ты выращивать другие какие-то фрукты? Да, мы планируем, думаем, авокадо или также думаем, может быть, выращивать лимон и виноград. Спасибо тебе большое, Джон. Ты такой уникальный парень. Спасибо за гостеприимство и доброту. Я реально наслаждаюсь, живя в твоем месте, потому что оно по-настоящему натуральное. О, да, ребятки, ну что сказать. Мне нужно ехать. А, ты уже спешишь, да? Я тебя отвезу. Да, пожалуйста. Он охотится, что я ее довез до работы, товарищи, красотенькая девочка.